У меня статья. Какая у тебя статья? 111 часть вторая, 158 часть вторая. Здорово всем. Мусора, короче, взял вырубил из локтя. Сюда попадают те люди, которые, ну, стоят на учете, у них есть судимость, это исправляющий лагерь. Ты прикалываешься на дам. Ну, кем стану, тем стану, главное, чтоб денежка была. Съедем пиздецом. Рысь! Здорово, это негодяй ТВ, это Жек из металлки. Йоу! Короче говоря, дело в том, что приехать в такое место, про которое нам нельзя говорить. И даже нельзя снимать здание и некоторых людей. Это серьезно. Тут... Ну, некоторых можно... Ну, вот, кстати, я представлю вот этого молодого человека. Как тебя зовут? Меня зовут доктор Мел. То есть сегодня ты будешь качать какое-то дерьмо, правильно я понимаю? Да, самое реальное дерьмо. Самое реальное дерьмо. Это Колян. Колян здесь знает все. Он здесь уже живет не один месяц, он за старшего. Почему? По движухе. Здесь вот початка... Когда здесь должна быть движуха, здесь не какая-то. Появляет я. В трех словах. Что это за локация? Ну да, здесь занимаются наши воспитанники, которые находятся в секретном месте. Чтобы понять, где мы находимся, пообщаемся вот с теми ребятами, которые здесь живут. Это лагерь. И узнаем вообще, что к чему, что они здесь делают и за что они здесь. Патриотически избалуют. Сюда попадают те люди, которые, ну, стоят на учете, у них есть следимость, это исправляющий лагерь. А я вот был в том году, то что стоял на учете за драки. И мне тут, как бы, очень сильно понравилось, и я решил снова сюда съездить. И что, просто так дрался? Или до тебя докапывались? Зачитил девушку. Ух, ты просто джентрилер. Мы идем, и кто-то говорит, да моряк пойдет со мной. Я думаю, моряк, и вдруг выходишь ты. Я думаю, блин, в натуре моряк. Как так вышло, что ты так похож на моряка? А, да, просто в колледже у тебя там. Аааа. То есть это из-за этого? Так холодно. Короче, пацаны, я вам от себя скажу то, что наркотики это зло, вот что. Это вообще, это гниль последняя, о которой нужно думать. А жизнь, она одна. И все. А почему ты здесь оказался? Ну вот, отравление наркотическим психотропным веществом. Начал драться с полицией. Вон, как бы, одноручнику. Ты не побили, ничего? Да нет, как мне рассказывали, типа... Ты не помнишь, да? Да, я вообще ничего не помню. Я дрался головой дома, очнулся в реанимации. Я как мне врач рассказывал, типа, начал, короче, махать руками мусора, короче, взял, вырыдывал с локтя. Он упал, короче, ему дали наш алгоритм спирт, через пять минут встал, короче. И начал меня, короче, херачить. Как говорили, типа, меня жестко там хрыло, я две пары наручников порвал. Парвал! Ну да, типа, отбрасывал. Парвал! Да, да. Что-то тебе дали условно, что лучше? Нет, мне пока еще ничего не известно. Ну, как бы, я, типа, детдомовский, типа... Ну, типа, для меня закон не писан. Какие раз, что ли, попробовали? Да я что-то... Сижу с пацаном в парке, над своим другом. Ну, отдыхаем, то есть все пятьдесят. Я вижу такой чилик мутный идет. Хлоп, что-то за трубу засунул. Я через пятнадцать минут подхожу, забираю. Вижу там какое-то колесо, взял ее за хавалом, по дурости, не подумав просто. Теперь жалею об этом очень серьезно. То есть, здесь-то, не считай, тут побороться, там, покачаться. Ну, тут серьезный лагерь. Серьезные ребятки. Не, серьезно говоря, ни перед кем мы не отчитываемся здесь. Мне интересно просто. Ну, пацаны отдыхают по-своему. Да? Огонь Фанга. Ну, я думаю, никнеймы они там свои сами расскажут. Регалии тоже сами применяются. Это Жека, это видеоблогер Негодяй ТВ. Здорово всем. Ты тоже хулиган? Да. Ты как хулиганишь? Я? Или хулиганят? В пятерочках ворву. Почему не в Дикси? Там палево много. А, да? Да. Что, в пятерке не шляк? Да. Ну, братух, что-нибудь еще скажешь? Ну, все. Вроде все сказал. Я СНСИМ-208. Я, ну, начинаешь блогер. Ну, меня пока никто не знает. Я продвигаю. Вообще, я хочу пожелать людям, типа, быть добрыми, вот, и не заниматься фигней по жизни. А ты сейчас фигней занимаешься? Я нет. А занимался? Ну, занималась раньше, да, но... Ну, чем ты занимался? Ну, бухал это все такое, ну, типа, вот, теперь передумался, вот, и... Ты тупо бухал, что ли? Не, ну, это раньше шел, вот, теперь пытаюсь бы нормально все. Ну, хулиганил? Ну, хулиганил, наверное, раньше, вот. Ладно, как вот ты мог хулиганить? Я не знаю. Ты пукал просто, там, в лифте, конечно, что ты сделал? Да не, ну там, не знаю. Разбить бутылку, там, не знаю. А в голову? Ну, а в голову, да. Чужой? Чужой? Серьезно, ты разбивал кому-то об голову бутылку? Ну, это было такое. Очень классный человек. Сейчас нормально стоять, да. Так что, в принципе, с ним, вот. Что с моряком, я не могу понять? Не знаю, спит, устал, наверное. Он что, ночью не спит? Наверное, не высыпается. Все нравится, все отлично. Сегодня порадовали вот джиджея. Да ладно, давай проще, давай проще. Это такая у нас простая фигня. Давай, что в натуре хочешь сказать? Привет, там, куда-сюда, там, братухи, привет, там, привет к моим пацанам, там, таким, вот этим пацанам. Ну, чё, давай. Ну, я как-то начинаю. Уже блог, у меня есть. Ты прикалываешься, да. Смотри, я с тобой разговариваю сейчас. Меня увидят до хера людей, у меня там есть подписчики. Скоро будет лям подписчиков. Пользуйся моментом, когда есть возможность. Да, что такая возможность пришла, то тогда подписывайтесь на канал. Сити радио называется. Там много чего интересного. Там есть видос про наши деньги. Там, в общем, много чего интересного. Заходите. Давай кратко, в одно предложение. О чём канал? Канал о веселье. Ребята, это диджей. Офигенный, Вася отвечает. Диджей Грин. Диджей Грин. А есть же Грин? Грин есть уже, да? Пускай он идёт гулять. Новый диджей Грин, да. Новый диджей Грин, короче говоря. Вот тебе и реклама, понимаешь? Ништяк. Ништяк. Спасибо. Как ты здесь очутился-то? Ну, я здесь в этом году по своему желанию. В прошлом году я здесь был. Меня мусора поймали за алкоголь. Точнее, полиция. За алкоголь. Просто ты пил алкоголь? Просто пил пиво, да. Мусора поймали. Говорят, административный штраф 500 рублей. Да, потом, ну вот, поставили вот что там, всякий контакт. Вот, отправили сюда. За бутылку пиво, за бутылку пиво. Сколько тебе лет? 17 исполнилось в этом году. А тебе было 16. А мне было 17. Господи, что я творил в 17 лет? Мне бы, наверное, по жизни, я бы до сих пор, наверное, сидел. Это законы, я не знал, что всё так серьёзно. В этом году по своему желанию уже. Мне здесь в прошлом году понравилось, поэтому я решил вот сюда ещё. Конечно. Тут спорт, дисциплина. Не пьёшь? Нет, не пью, не курю, спортом занимаюсь. Красава. Всё. Давай. Что с этим, с моряком? Не знаю, устал, наверное. Как здесь оказался, брат? Железная дорога не в том месте перебежал. Серьёзно? Чётко причесываешь, брат. Нет, серьёзно. Да? Железная дорога, и ты просто бежал. Я с платформы на другую платформу перебежал. С платформы на другую платформу? С платформы прыгнул, перебежал по железной дороге, потом там залез, стоял пять минут, ко мне подходит охранник и забирает. А зачем ты это сделал? Я перебуду платформу, и мне в коконы надо было доехать. Ты с колпаком, что ли, брат? Я с металки. Сам себе нарисовал фининг, вроде? Да, маркером. Паскалился, что ли? Так всегда и бывает, я понимаю. Ты, ты чё, как здесь оказался? С соседям пиздынул. Кому? Соседям пиздынул. Буянили? Да, причем очень. А что они делали? Марихуану курили. Ты думаешь, козлы, какого хрена они курят марихуану? И устроили такую дискотеку полвторого. Молодые? Сколько летом было? Лет 23-24. Им по 20-24, ты заходишь к ним в квартиру. Нет, они выходят, я им постучался, я был с друзьями, нас было четверо и трое, и мы им дали пиздец. А сколько вам было лет? Нам по 16-15. А им по 24, да? Вы им накепали? Да. Там были какие-то дусны, что ли? Или что? Какие-то ботаники там? Вот тебе такого кавкетки и телосложением. Рысы! Просто потому, что они шумели. Да. А что они вызвали мусоров? Да они минус 40 евро. Да? Да. Кайф здесь? Да. Не, скажи честно, брат. Отлично. Есть еще такое, что ты недоволен? Компот посластить. Суп посолить. Суп посолить. Ну что им такое есть? Да они нормально в магазин выводят еще. Да. Все по вечерам, если кто-то на кого-то выебнулся, блядь. Можно 2 на 2 или 3 на 3 выйти на ринге. В шлеме там все положено. Да. Веселух вообще. В шлем не одел, да? Да. Ты чего такой грустный стоишь? А, да я просто задумался. О чем? О жизни. Ну и что там у тебя в замысли? Огонечек? Да. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Ну, тем стану, тем стану. Главное, чтобы денежка была. Чтобы лавешечка капала. Да. За что бы ты хотел, чтобы тебе падала лавешечка? За просто так. В описании видео я твою ссылку. В контакте там или в инстаграме, знаешь. И вот ему лавешки. Там ребята могут. Ребят, сделайте красиво, чтобы как бы капало. Ты что натворил-то? Я... На красный свет перешел дорогу? С лагеря сточился. Сбежал с лагеря. На хера? Да погулять охота было. Сколько ты гулял? Неделю. Где ты гулял? В Сумферополе. Там были бабки. А, были бабки, да? Откуда бабки были? Откуда бабки были? Так это, набил, загнал. То есть это вдвоем вы это сделали? Да. Тусили. По телкам туда-сюда? По клубам, да, по телкам. Что там, ну вы целовались там или? Да, это понятно. То есть доходило до серьезных моментов? Да, доходило. Передать привет можно? Да, конечно, братуха. Я хочу передать привет Кактусу и Шварцу. Кактус, Шварц. У меня статья. Какая у тебя статья? 111 часть 2, 158 часть 2. Ёппо мать, ты мне по-другому как-нибудь расскажи все это дело. 111, статьяшка телесная. Накипал кому-то? Да, на строе было. А 158 часть 2, это кража в совокрытном размере. А что дальше будем делать? Справляюсь пока что. Ну, охота как бы исправиться. Да. Или как бы еще мыслишки есть что-нибудь такое. Да. А что будешь делать? Меня больше древесины тянет. Я на столяр иду. С мебель собираю пока что. Потихоньку. Мастеру помогаю все время. Ну, ништяк, братух. Еще от души. Куни заходку не надо бабе говорить. Ну, что не надо. Да. На столике не надо ставку Куни. На столике будут. На ко fortsи. На снова победieron что-нибудь про пиарр. Эта lady. не могу ничего сказать кроме того что ребята тренируются занимаются спортом менять свое восприятие к этому миру и другие ребята делают их лучше в общем такая история все пис там кис и всякие вот комплименты вам откидываю все кому не гд а а а а а а а а